Улица Колораша Центральная. По ней к морю направляются мамы с колясками, туристы и просто любители пеших прогулок с улиц Колораша, Павлова, Малышева и с плотно застроенного частными домами и гостиницами бывшего аэродрома. Пешеходов здесь и зимой достаточно, а летом поток людей встречается с рекой транспорта по федеральной трассе. После капитального ремонта асфальтового полотна дорожники решили закрыть пешеходный переход, а людей направить на альтернативный наземный переход со светофором по улице Лазарева. Он находится в полукилометре. Или на надземный переход неподалеку. На его строительство было затрачено около 80 миллионов рублей, но не всех лазаревцев это обрадовало. У противников закрытия пешеходного перехода на перекрестке Лазарева-Колораш своя логика. Они говорят, что нововведения создадут проблемы пожилым пешеходам и мамам с колясками, поскольку подниматься по ступенькам надземного перехода им будет тяжело. А лифт для маломобильных граждан не работает. Впрочем, дорожники обещают решить эту проблему. Сейчас на данный момент мы проводим работу просто по оптимизации, работе лифтовых платформ для организации дисперсизации ее, соответственно, для постоянного содержания этого оборудования. Сейчас люди, несмотря на отсутствие сигналов для пешеходов, перебегают улицу перед автомобилями. Сотрудники ГАИ призывают дорожников немедленно поставить ограждение. Весомым доводом, считают специалисты, является статистика. Улица Калараш, Лазарево, 7. ДТП с участием наезда на пешеходов, включая последнего, крайнего, я извиняюсь, это наезд на велосипедистов. Сегодня в Сочи ждут около 6 миллионов гостей. Разумеется, многие путешествуют на автомобиле. И сейчас не только в Лазаревском. Прорабатываются решения по оптимизации транспортных потоков, чтобы не возникали заторы. Депутаты внесли ряд предложений по направлению автомобилей в объезд. Это поможет решить проблему в комплексе. Но сегодня же день, почему мы не предлагаем какие-то альтернативные варианты разгрузить данные перекрестки? Сегодня есть улица Победа, которую мы закрыли, сделали одностороннее. Так может надо делать реверсивное движение? Это первое. Второе. Сегодня же день есть аэродром, где улица Единства Тормыхова, 50 метров асфальта и часть потока, а я скажу, часть потока, это одна треть потока, который идет сегодня же в направлении именно той зоны, будет освобождать этот перекресток. Может быть поставить какие-то запрещающие знаки на право или еще где-либо. Может быть организовать поток по улице Адаевского через тот подластум, где магнит, может быть и тем самым разгрузить перекресток. На встречу высказались все желающие водители, пешеходы и официальные лица. Вердикт городских властей однозначный. Главное – безопасность. Конечно, надо объездные пути искать, ремонтировать автодороги, чтобы кроме этого перекрестка можно было организовать движение по другим направлениям. А на этом перекрестке надо предпринять дорожникам усилия, чтобы работал либо этот подъемник, но не в тестовом каком-то режиме и не в режиме по вызову кнопки. А как обычно, в любом подъезде работает лифт. И когда дорожники смогут в таком формате устроить надземный переход, тогда мы должны закрыть этот переход. Все предложения тщательно изучат, обещают специалисты. И к началу сезона водители уже почувствуют перемены к лучшему. Дорожники, в свою очередь, заверили, что платформа на безопасном надземном переходе начнет полноценную работу 5 мая. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ